Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан. К нашим людям, к нашей общине. И если вам что-то не понравится, не судите строго, потому что сегодня я буду говорить к нам. Абсолютно к нам. Начну с простого местописания. Все его знают. Это Марка, 1 глава, 16 и 17-18 стих. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел он Симона и Андрея, брата его, закидывающие сети в море». Для них это море, для других это большое озеро. «Ибо они были рыболовами». Это очень важно. И Марк подсказывает вещи, которые были профессионалы своего дела. «И сказала Мишуа, идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». «И они тотчас оставили свои сети, последовали за ним». Мы понимаем, каждый верующий человек, который здесь, что это некий призыв. Это призыв учеников, то есть людей, к тому, чтобы последовать за Ишуа. И в свою же очередь, это же и привлечение к великому поручению. Великое поручение тяжело совершать в одиночку. Поэтому Ишуа делал или дал завещание для всех тех, кто последовали за ним. Он сказал потом, идите и проповедуйте благую весть всем. И кто будет веровать, то делайте тфилу. То есть погружайте его имя Отца и Светлого Духа. Мы с вами понимаем важность великого поручения. Но как быстро мы на него реагируем? Как быстро? Однажды я уже проповедовал на эту тему, как быстро в тот час. Я уже только что прочитал. Написано, в тот час они оставили свои сети, последовали за ним. Как быстро в тот час вы скажете, вот смотрите, там же черному по белому написано. Сразу, ребе, ну откройте или снимите ваши очки, посмотрите. Там же правильно написано. Сразу. Знаете, в Евангелии Марка это место дословно переводится как «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». В тот час, как бы сразу, да, они пошли, я не буду делать акцент на это, как быстро в тот час. Но я хочу сделать несколько следующих заявлений таких. И Марк говорит, сделаю, что вы будете ловцами человеков. Древнееврейское выражение «Лехуахага» означает «идите за мной». Но это не просто заявление. Фраза очень часто употреблялась в древности у евреев. Означала традиционное обращение учителя или же ребе для учеников. Для того, чтобы они последовали за ним. То есть древнееврейское выражение «Лехуахага» «Идите за мной» употребляется тогда, когда духовный учитель, то есть ребе, предлагает определенным людям, избранным людям стать его учениками и последователями. Очень интересно. Следуйте за мной. Иными словами, эта фраза представляет собой не что и оно, как призыв к ученичеству. Стать учеником. «Идите за мной, станьте моими спутниками», то есть следуйте рядом со мной, учитесь у меня, продолжайте мое дело после меня. Но у меня к вам вопрос. Мы же дискуссию такую ведем, как проповедь и общение люблю с аудиторией. Кто из нас, из вас, я или все мы, в здравом уме бросит свою работу, последуя за неизвестным человеком? Кто из нас, вот здесь сидящих, бросит все и последует за неизвестным человеком? Просто мужиком, который проходил мимо, видел тебя с лопатой, говорит, бой с лопатой, последуй за мной. Я сделаю тебя ловцом человеков. Никто. Вот понимаете, да? И вопрос следующий, с какой целью? Зачем вообще за ним идти? Ведь потому что он сказал, следуй за мной. И самое интересное, самое вообще странное, что вообще означает, я сделаю вас ловцами человеков? Для нас, не знающих древний еврейский образ, даже фразы, сами послания, нам сложно понять этот момент, но интересно, что я сделаю вас ловцами человеков. Если говорить по-одесски, это что, первая новозаветняя банда грабителей? Вы понимаете? Пойдемте на Молдаванку, я сделаю вас ловцами человеков. Я думаю, что на самом деле очень интересно. Я думал об этом, и я понял, что Евангелие от Матфея говорит нам о ловцах человеков, не о Евангелии, а о сетях Евангелия. Какими словами, некоторые верующие расставляют сети евангельские, вместо того, чтобы быть ловцами человеков, то предлагать людям стать последователем. В этом отрывке также сказано о том, что Ишуа имел в виду, когда сказал, я сделаю тебя ловцом человеков. Это означало больше духовная фраза для того, чтобы пополнять Царство Божие спасенными людьми. И они в тот час оставили свои сети, последовали за Ним. Я хочу говорить о том, что нас касается, верующих в Ишуа, как в Спасителя и Мессию, людей, которым мы на Его призыв сказали да когда-то. Вот когда-то в жизни у нас мы сказали да и последовали за Ним. Но у меня вопрос, знаем ли мы, куда идем? Мы, да, мы пережили рождение свыше, но знаем ли мы, куда идем? Если мы следуем за тем, кто нас ведет, то мы должны знать, куда Он идет. А если мы уже пошли и доверяем Ему, тогда мы должны хотя бы спросить Его, куда ты идешь? Чтобы не получилось, как в той фразе, куда ты зовел нас, Сусанин? Да? Мы, верующие, мы должны спросить это. Конечная цель Его. Что ты хочешь, чтобы произошло? Вы скажете, есть у меня местописание. Иоанна 14, глава 5 стих. Фома спросил Его, Господи, мы не знаем, куда ты идешь, откуда же нам знать путь? Ну вот так, так сказать, ну вот видите, уже есть местописание. И следующее, Ишуа отвечал, Я путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, кроме, как через меня. Я думаю, скажите, во, Ребе, вы сами себе все ответили, ведь Он же нас ведет к Богу. Я вполне с вами согласен. Но какова главная Его миссия, какая Его главная цель? Действительно, Он нас ведет к Богу. Он всех нас ведет. Цель – это небеса. Мы читаем Откровение Иоанна, и мы будем среди тех чисел людей, которые будут говорить, спасибо, Господи, что мы здесь. Чтобы никто не погиб. И имел жизнь вечную. Вы скажете, вот, вот, вот. Как раз вот для этого основная цель, чтобы никто не погиб. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. И это, друзья, правильный ответ. Правильный ответ. Так куда Он идет? Мы можем иметь много ответов, как бы, хороших там, да, знаем, для чего Он пришел, но куда Он идет? Знаете, когда я думал об этом, я понимаю, что сердце Бога Отца направлено на спасение Его творения. Бог так возлюбил нас, Свое творение, ни ангелов, ни архангела, ни все того, что там мы не видим, да, которые поют, величайшее имя, а именно, именно Божье имя, а именно Он возлюбил каждого из нас, что Он отдал Сына Своего. Для того, чтобы приобрести нас в себе обратно, потому что когда-то мы потеряли этот контакт с Ним. Потеряли из-за нашего строптивости, нашей гордыни, нашего тщеславия, нашего любопытства, которое привело к бунту. И знаете, Бог хочет, чтобы мы были спасены. Каждое творение, и Он смотрит на нас через Писание, начиная в начале Танаха и кончая Откровение Иоанна, мы можем везде увидеть руку Божию с одной целью – спасти людей. Пусть знает тот, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Послание Якова. Это послание очень интересное, хотя я хочу следующее сказать, ну, согласитесь со мной, что всегда приятно для нас, верующих людей, тех, кто упывает на Бога, что всегда приятно с людьми, с которыми мы общаемся, с ними имеем, как бы сказать, дела. Вдруг в какой-то момент своей жизни они меняют свой образ. Когда мы с ними общаемся, нам приятно, когда они меняются и становятся другими. Всегда чувствуют такое классно. И Шо, как я уже говорил, был одним из величайших раввинов истории. Иначе бы о нем не говорили так много последние две тысячи лет. Знаете, но если вы на улицах сегодня Одессы или других городах, которые вы на нас смотрите, выйдете на улицу и спросите, кто такой Рамбам, Раши, Бешт, Нахмен. Возможно, кто скажет, а, это евреи. Но что они сделали? Никто вам не даст ответ. Но если вы сегодня на улицах Иерусалима, Бершевы, Капернаума или других городов Израиля спросите, кто такой Иисус из Назарета, то вы выслушаете столько всего. И как они пострадали, и шо он сделал, и шо это переизменило, и как это хорошо, либо плохо. На нем говорят неверующие, верующие, камни, то есть те места, где он был, там все свидетельствует о нем. Поэтому меня впечатляет его жизнь. Мне впечатляет его учение. Мне впечатляет, как он преподает. Мне впечатляет его притчи. Когда он говорит притчами, он всегда делал намек своим ученикам, как изменить свою жизнь. Как построить ее так, чтобы она была другой. И если Ишуа повторяет одну и ту же мысль трижды, тогда нам, верующим в него, последователи, его учения должны задумываться. А что это значит? И знаете, когда я думал об этом, я вспомнил одну главу из посла Евангелия от Луки. 15 глава. Чаще всего в Евангелиях вы увидите, он будет проводить одну притчу, растолковывает ее, дает понятие, что должно быть. А вдруг здесь, в 15 главе от Луки происходит нечто. Он говорит три притчи в своей манере, он преподает их в своей последовательности, и эти притчи, они три в одной, в одной главе три, с намеком, они имеют одну цель и одно послание. И если эти три притчи, им сказано одна за другой, тогда нам нужно немножко задумываться над этим. я так думаю. Это притча о потерянной овце, притча о потерянной овце, и притча о потерянном сыне. Я не буду их перечитывать, я не буду говорить вам, потому что верующие люди, вы уже давно почитали Евангелие, вы давно почитали Писание, вы изучали его, и для меня не нужно за вам зачитывать еще раз эти притчи. Но эти притчи имеют общую схожесть. Есть то, что в неправильном месте находится, и есть то, что в правильном месте находится. Есть большой плюс, это личность, которая представляет Бога. В этих трех притчах есть эти вещи. Правильное место, неправильное место, и Бог в виде личности, которые с этими вещами работают. В первой притче Бога представляет пастух. Овца одна в неправильном месте. 99 в безопасном месте, то есть в правильном, в том, где не нужно иметь никаких забот. Во второй притче представляет женщина, Бога, которая потеряла одну драхму, помните? Одна драхма в неправильном месте, то есть в девушке, 9 в безопасном, правильном, то есть в кошельке, все на своем месте. В третьей притче Бога представляет отец. Один сын в неправильном месте, второй в безопасном, то есть в доме отца. Можем ли мы сделать с вами вывод, какой вывод вообще можно из этих трех притч сделать? я задам вопрос, какая из категорий вещей привлекла к себе все Божье внимание? Чтобы не тянуть долго, скажу просто, так категория, которая в неправильном месте. послушайте, все внимание Божье, то есть личности, которые представлены, это пастух, женщина и отец в лице Бога, все внимание привлекло то, что в неправильном месте. Когда мы говорим о том, что Ешуа позвал учеников следовать за ним, на вопрос, типа, последовать, я сделал вас для овцов-человеков, все внимание его соотношено на том, что в неправильном месте. И это овца, монета и сын. Когда Бог смотрит на нас, Он нас привлекает к себе, мы говорим, да, последовать за ним, вопрос, куда он идет, где его самое большое внимание в это время. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать, спасти погибшего. Луки, 19 глава, 10 стих. Он пришел, чтобы найти, взыскать, найти и спасти погибшего. Именно этот отрывок выражает основную мысль, почему Ешуа пришел на эту землю. Его миссия. Он не пришел, чтобы иметь семью, хотя был сам рожден в семье. Он не пришел, чтобы присоединиться к поместной синагоге из-за удобства, потому что близко ходить. Он не пришел, чтобы писать книги или песни. Он не пришел, чтобы зарабатывать на жизнь. Он не пришел, чтобы вести социальную программу для бездомных, произвести реформы правительства или преподать философию для людей. Он не пришел, чтобы сделать или добиться своего. У него, конечно же, была мама, братья, сестры, близкие. У него, конечно же, были моральные позиции относительно брака, жизни в доме и любви, которая должна быть в семьях. Но это второстепенная позиция после его цели спасти то, что не в правильном месте. Он был плотником по профессии, но это помогало ему найти тех, кто погибает. Он посещал поместные общины, то есть синагоги, чтобы спасти потерянное. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 43 стихе, он подойдет к Филиппу и скажет ему, следуй за мной. Евангелие от Луки, 5 главе, 27 стихе, подойдет к Матфею, Матитьяху, тому, кто собирал налоги в Капернауме, грешник, будем говорить так, мытарь, и скажет, следуй за мной. Цель Ишуа не состояла в том, чтобы сделать личный грех человека предметом общего обсуждения. Я обращаюсь к многим верующим. Он не ввел записи о том, как долго грешил человек или какие грехи он совершал. Вы скажете, ну, что, что, ну, скажите еще. Когда подумал, что вы можете сказать, ну, что, что, я сделал как раз вывод такой. Че-о, че-о. Часто рожденные свыше верующие ставят на первый план детали жизни, личный успех или профессию. Часто, не говорю всегда. О, че-о, помните, че-о. Они делают идола из того, что предназначено только лишь для их благословения. Слушайте внимательно. Бог вам дал успех не для того, чтобы сделать из него идола, а для того, чтобы вам помочь в вашей жизни и сопровождать вас в вашем успехе. Часто верующие принимают скоропостижные решения ради удобства, не рассматривая Божью волю. Мы, потому что нам удобно, быстро сделали. А потом мы говорим, ну, на то была воля Божья. Они успокаиваются и упускают из вида этот факт, что Ишуа пришел взыскать и спасти погибшие такие, как они были когда-то. Таким, каким я был. Если двоим те, кто вступили в брак, должно наслаждаться этим браком, прекрасным, можно, повелением и восстановлением Божьим, то я вам скажу, двое могут сделать больше после брака, чем они делают до брака. Помните, да, один прогонит, тысячи, двое, сколько, десятки. Если цель брака не только наслаждаться отношениями, чувствами, переживаниями, успехами, а именно привести людей с теми, кем мы общаемся, познание, что есть Бог, который любит. И своей жизнью, своим браком показать, что на самом деле смотри, что Бог сделал. Я знаю, что у многих, может быть, есть минусы, но это не должно нас останавливать. Все, что мы делаем, должно быть сделано с целью привлечь людей, Богу, который внутри нас, привлечь людей к познанию, что есть ответ где-то помимо тех обстоятельств, которые у них есть. Когда мы выбираем служение, каждый из нас выбирает, мы понимаем, что мы должны служить. Мы должны выбрать служение, потому что оно служит людям, тем, кто в неправильном месте. Служение должно сфокусировано быть на тех, кто в неправильном месте. Служение, у которого есть рыболовские снасти, которые уже годами служат, имея цель взыскать и спасти погибших. Взыскать и спасти. Помочь людям примириться с Богом. Мы не должны посещать общину из-за выгоды, которую может иметь наша семья. Знаете, в Евангелиях от Луки, как я уже читал 15 глава, это как раз вот эти притчи, монета была потеряна из-за небрежности. Овца была потеряна из-за неведения. Блудный сыл был потерян из-за собственного бунта и эгоизма. Когда мы думаем об этом, что просто потеряны, и чаще всего верующие люди ссылаются, вот овца была потеряна, ушла, пастырь должен пойти и найти. Здесь в этой притче говорится о Боге, который пришел, Ишуа пришел, чтобы пойти за тем, кто потерян. Когда потерянная монета нашлась, женщина позвала соседей, и они радовались. Кто из вас зовет соседей, когда вы нашли деньги или же вам пришла пенсия, вы стучите к ним, и говорит, придите, нашлась моя пенсия. Я думаю, да, никто даже не скажет, где она лежит. Но здесь женщина, которая нашла одну монету, позвала своих соседей, своих подружек, и радовались об одной найденной монете. когда вернулся потерянный сын, отец созвал домашних своих, и они радовались о том, что сын был потерян, а теперь он найден, был мертв, а теперь живой. Ишуа говорит, и так будет радость у ангелов божьих об одном грешнике кающемся, а дальше что? Не жаля девяносто девяти, не нуждаемся в раскаянии. Знаете, о чем он говорит? Бог заинтересован в одном человеке кающемся, обо всех нас, которые здесь радуются, не нуждающиеся в раскаянии, хотя может быть кому-то нужно исповедание, я не знаю. Это как раз идея хорошая. Если вам нужно исповедание, и вы покаялись, значит, о вас радуется небеса больше, чем обо мне. Услышите, услышите момент такой, у нас радость есть о том, что мы пославляем, славим Бога, служим и так далее. Кажется, внимание Божие должно быть на нас очень сильно, хотя в Луки 15, глава 7 стих говорит, говорю вам, что на небе будет больше, больше радости. Не то, что Бог не радуется, что мы в хорошем месте, а больше радости о раскающемся грешнике, чем о девяносто девяти праведниках, не нуждаясь в покаянии. И слава Богу. Притча именно вот здесь говорит о том, что нужна радость о спасении. Причина радости цена, цена потерянной души. Какова цена ее? Цена жизни. Слишком часто верующие вживаются в удобный стиль жизни. И на самом деле мы люди, которым нам нравится удобный образ жизни, который не требует шага по вере, видения всего мира, как Бог смотрит на весь мир. И тут, конечно же, ангелам не до радости, когда нам все, знаете, как люди говорят, фиолетово, все равно. Кто спасается, где люди находятся. Они устраивают свою жизнь, то есть верующие, вокруг имени Иисуса. Если ты спрашиваешь их, они говорят, мы тоже верим в Бога. Все нормально. Они ищут, знаете, больше удобного религиозного состояния, нежели то, что делал Ишуа. Когда я говорю о руководителях служениях, я думаю, что нам необходимо молиться о том, чтобы Господь благословил наше служение. То, что наш детский библейский клуб, что наша опечатанная литература, служение, мидия, в пространстве должны способствовать к поискам и спасению погибших. Чтобы фокус, который у нас есть, привлекать людей к Богу, показать им, насколько Бог их любит. На благовестии люди не будут стоять, а наоборот, они будут участвовать, искать людей, которым нужна молитва, нужен Бог, которым дать им надежду, что все может измениться. Когда у нас идут изучения Торы, домашние группы, тогда весь фокус будет в том, чтобы как преподать или что сделать людям, чтобы они познали Бога. Нам с вами нужно молиться, каждому из нас, потому что мы попадаем в эти искушения. Говорит, Господь, не дай нам быть сбитыми с толку политикой, обстоятельствами, ситуацией, холодом либо жарой, просто позволь нам оставаться в Твоей воле, не позволяй нам преследовать те цели, которые уведут нас от простоты нашего ведения или же нашей веры, от вечной цели, от возможностей, которая есть прямо сейчас, от нашего потенциала, от силы, водительства Духа Святого, не позволь нам когда-либо удалиться от цели, которые ты имеешь, из которой ты пришел искать и спасать погибающих. Знаете, у нас много людей, которые находятся в молитвенной цепочке сейчас. У нас год-год молитвы. Может, вы не знаете, у нас есть на всякий случай, то есть на всякие обстоятельства жизни у нас есть либо группа, либо количество людей, которые в цепочке постоянно молятся. И каждую субботу люди выходят на улицы делают благовестия. По пятницам у нас проходит детский клуб, у нас есть много всяких служений, которые направлены для того, чтобы развиваться. Но я верю, что множество людей, которые имеют доброе намерение, хотят это делать ради спасения людей. Потому что каждый раз, когда я разговариваю с людьми, у меня один вопрос, как мы можем коснуться потерянных людей. Все, что мы делаем, наши ремонты, наши изменения, служения, наши события, я всегда спрашиваю, как это может повлиять на тех, кто потерянный. Я думаю, что нам нужно это делать. Мы реально нуждаемся в Божьем водительстве. Можем ли мы предать людям того Ищу, того Иисуса, который пролил свою кровь и умер за нас, был погреблен и воскрес из мертвых, чтобы нас ввести в небеса. Можем ли мы им дать эту надежду? И это спасение, которое мы даем, это не наш дар, не по нашим делам, это его заслуга. Мы ничего с этим не сделали. Вот быть настолько простыми людьми, настолько простыми, что не заносим, что мы нуждаемся в Боге, и также мы нуждаемся, чтобы дать людям этого всемогущего Бога Израилева. Можем ли мы встретиться с слепым человеком, пойти, как Ишуа пришел к Закхеевску, ныне пришло спасение в дом твой. Можем ли мы подойти к женщине у колодца, которая фактически отбросок общества и пренебрегаема была всем своим городом. Можем ли сделать так, как он сделал? Пойти к тем, кто потерян. Наше видение и призвание мессианской общины это найти, спасти, научить и снарядить. И в Англии это основное видение для каждого верующего человека, потому что это было его видение, это его призвание, Ишуа, он пришел ради этого. Методы, которые мы это делаем, Бог дает просто креативность. Смотрите, Ишуа сотворил весь мир, но тем не менее был смиренным. Он сотворил гениев и при этом он добр был к простым людям. У Мессии была одна цель, чтобы взыскать и спасти погибшего, посему Слово Божие называет его ищущим Мессии. Он не остался в пределах Иерусалима, ему не досаждало эмоциональные проблемы, как иногда у нас бывает. Он не впадал в депрессию из-за сожаления о себе. Он был поглощен мыслями о других, тем, чтобы любить их, находить их и давать им надежду. Он не впадал в депрессию, что мне делать, меня отвергли. Дело в том, что мы должны сфокусироваться не настолько, насколько у нас большая или маленькая община. И дело не в том, насколько большие общины, а в том, сколько потерянных принимают спасение. Люди приходят и уходят, уезжают по своим причинам в Израиль, в Европу, перемещаются в другие города. Вопрос не размера, а насколько мы с вами можем достичь этих людей, тех, кто потерянный. Даже вопрос не в том, насколько хорош рэбэ. Ой, какой у нас рэбэ, вы узнали, только рэбэ, только служители, о, какие люди. А в том, каково видение для спасения. Что делается? Не в количестве образованных и утонченных еврейской мудрости людей в общине. Не от этого успех, а в том, насколько обширно видение привлечения потерянных людей. И все наши знания, все наши умения, все, что мы приобрели, мы приобрели для одной цели, как этим помочь другим людям принять Ишуа личным спасителям. Есть ли у них снасти, есть ли благовестие на улицах, миссия, радио, телевидение, литература, шабатные школы, кормят ли мы вообще бедных. Вопрос во всем этом, как достичь людей. Или наоборот, многие люди заняты уточненной еврейской культурой, очищением, себя в поисках правильного, неправильного, эгоист, гордость, критикой, логическим доводовым, что к чему и как, и все это вокруг Иисуса. Я думаю, что не для этого мы призваны. Ищем ли мы погибших в своих молитвах? Молимся мы ли за тех, которые вокруг нас не знают Бога? Насколько в нашем мышлении включены планы привлечения потерянных людей? Насколько наша деятельность и расписание сосредоточены в том, чтобы взыскать погибшее? Стала ли наша профессия нашим призванием или наше призвание в том, чтобы привлекать людей? Ищуа жил на земле с одной целью. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. погибшее. Когда он на этом пути взыскать и найти погибшее, он смотрит каждому из нас в глаза и предлагает следуй за мной в тот час или потом. следуй за мной. И в это время пандемии люди на грани самоубийства. Может, вы не встречаетесь с такими людьми, я встречаюсь очень часто. расшатанные нервы, нервоз такой, паника, безысходность. Для некоторых грозит голодом, потому что не могут найти работу и ситуация абсолютно критическая. Это не только происходит в Украине, но это по всему миру. У них не то, что нету надежды, она не улучшается. У этих людей вообще нет желания жить. И если это величайшее поручение принадлежит нам спасать тех, кто погибают, тогда у нас есть с вами шанс посмотреть вокруг себя и увидеть тех, кто не в правильном месте. У нас для начала будет проект «От Рождества до Рождества», где будут участвовать семь общин из трех стран. Мы договорились с нашими партнерами, братьями и сестрами с общинами, с которыми мы дружим в трех странах и в семи общинах. Мы будем проводить такую акцию. Об этой акции вы сможете узнать больше у пастора Олега, и он расскажет вам детали, что делать, что будет происходить. И если вы захотите помочь в этой акции, хочу сказать, это первое начало, туда, куда идет Ишуа. Тем, кто нуждается. Те, кто нуждается в молитве, те, кто нуждается в слове, те, кто нуждается в надежде. Поэтому сегодня у меня именно такое послание. Община существует не для того, чтобы ублажать друг друга, корректировать друг друга, конечно, и в этом нужно, а существует для того, чтобы следовать за ним. и у меня вопрос каждому из вас. А знаете ли вы, куда идете, если вы следуете за ним? Давайте мы встанем наши ноги, я хотел бы просто помолиться. Я знаю, что я сейчас сделал очень быстрый такой мою проповедь, кому-то сказать, ой, что-то случилось, я бы сегодня очень быстро все сделал. В этом-то и суть, что я хочу, чтобы вы услышали во время поклонения то слово, которое Бог вам скажет, куда он идет, если мы следуем за ним. Знаем ли мы, что его фокус, весь его фокус в том, что от тех вещей, которые в неправильном месте, люди, которые находятся на грани сауцида, голода, возможно, греха, который погрузил их полностью с головой, и они в отрицалок и полностью Бога. Им нужно спасение, им нужна надежда, им нужна слово, им нужна молитва, им нужно от нас простую вещь сказать, что Бог любит их. Они должны это услышать. И я верю, что сегодня для нас это вызов. Не только для всех тех, кто находится члены общины Орхомаше, а всех тех, кто даже смотрит нас в повторе или будет смотреть в повторе. Это вызов. мы последовали за Ним. А знаем ли мы, куда Он идет? Я помню свою встречу с Богом. Мои впечатления, мои переживания. когда я почувствовал, что Он рядом, в моих обстоятельствах, в моих ситуациях, где Он мне дал руку и дал мне надежду. Скажите, что ты что, видел Бога? Нет, нет, я пережил Его. Бибелья и то, что произошло со мной, оно оставило очень большое впечатление. Поэтому я скажу так, я наслаждаюсь Его учением. Я наслаждаюсь Божьими вот посланиями жизни Ешуа. Для меня не только эта личность, которая осталась на страницах Писания, это личность, которая стала мне другом, с которой можно общаться, с которой ты переживаешь трудности и проходишь их. И что бы ни происходило в моей жизни, знаете, я не имею внутри чувства, что я должен пожаловаться Богу. настолько у меня есть четкое понимание, что Ешуа Он меня искупил и спас. Мою душу. А обстоятельства могут быть другие, и мое тело оно будет ветхим, оно постареет. И я наследую тление. И возможно будут какие-то болезни, какие-то ситуации, но моя душа она свободна. Поэтому у меня нету такого негатива. Я смотрю на жизнь немножко по-другому. Все будет по-другому. Иисраэль Адонай 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 Адонай